Здравствуйте! В эфире своего ТВ новости в студии Екатерина Сегеда. И вот главная тема этого выпуска. Лучший сюрприз участника СВО после долгой разлуки приехал к детям. Как прошла встреча? Какой красивый тротуар! Вот бы в селе Кочубеевском все такие были. Но жителям переживать не стоит. О работах по благоустройству смотрите в сюжете Анастасии Толстолуцкой. Нацпроекты преображают Кисловодск. Какие объекты возводят в городе-курорте? Теперь подробнее об этих и других событиях. На Ставрополе найдут решение проблемы с отключением электричества при сильном ветре. Такое поручение дал губернатор Владимир Владимиров на еженедельном совещании в правительстве края. Глава региона заострил внимание на проблемах с электроснабжением в ряде муниципальных образований, которые возникают в ветреную погоду. Губернатор поручил Краевому министерству энергетики, промышленности и связи провести анализ ситуации. Также в Красногвардейском округе решат проблему с водоснабжением. На территории есть прудонакопители, которые давно не чистились. До конца недели график выполнения работ уже должен быть готов, чтобы весной накопители были чистыми. По Красногвардейскому району в Хутор-Радыке сложная ситуация с водоснабжением. Мы обычно запруживали канал и оттуда снабжали территорию водой. Сегодня у нас, во-первых, необходимо, ввиду того, что сегодня в канале нет воды, обеспечить подвоз воды. Сегодня необходимо выделение 24 миллионов рублей нашему Минжи КХ. Минжи КХ из единого источника быстро заключает договор на расчистку этих прудов-накопителей. Самый приятный сюрприз. Ставропольский боец решил порадовать своих детей. За помощью защитник обратился к нам в редакцию. Мужчина вдохновился трогательными роликами в интернете и в отпуске отправился в школу, чтобы встретиться с сыном и дочерью. Трогательный момент запечатлела Кира Мартынова. Боец с нетерпением считает минуты до долгожданной встречи. С первой женой, мамой и детей мужчина давно в разводе. Тем не менее семья осталась дружной и сохранила теплые отношения. Хоть и живем отдельно, но стараемся почаще вещать друг друга. Каникулы они у меня дома проводили. Так бывало, на выходные тоже приезжали. До спецоперации мужчина жил в Андроповском округе. Заключил соцконтракт, открыл студию художественных металлоизделий. На гражданке жил, открыл свое дело, работал, созидал тоже с администрацией мы плотно сотрудничали. Делал украшения всякие, там красивые лавочки, урны. Все изменилось осенью 22-го. Я сразу понял, что в первых рядах туда пойду, потому что у меня специальность воинская, такая, так скажем, дефицитная. И опыт чеченской компании тоже в Чечне был. В 2000 году участвовал в спецоперации в Чечне. Конечно, можно было предоставить какие-то данные, все, чтобы там или отсрочку, или вообще бронь, но нет. Как говорится, если бы я отмазался, я бы потом, я не знаю, я бы в зеркало не мог смотреться. Сейчас дети бойца учатся в станице Вознесенской, что в Краснодарском крае. Отправляемся туда. Чтобы не испортить сюрприз, останавливаемся недалеко от школы. Нужно дождаться, когда начнется урок. Отец не скрывает волнения. Наша съемочная группа идет вперед. И вот, наконец, долгожданный момент настал. Идем в класс к дочери. Здравствуйте, можно? Да. Дальше к сыну. Витя. В этот день уроки для детей Ставропольского бойца закончились. Ксюша и Витя собираются к папе в гости. Как-то неожиданно. Даже не знала. Сюрприз удался? Да. Папу ждали? Да, очень. Соскучился очень сильно. Ждали его, когда приедет. Организовать сюрприз помогло руководство станичной школы. Она казачья, поэтому к такого рода мероприятиям здесь относятся с особым трепетом. Теперь уже мы вышли на новый уровень. Ставропольское телевидение вышло с нами на связь. Предложила провести такую акцию. Мы очень рады этому, потому что эти мероприятия, они способствуют воспитанию в детях патриотических чувств. На отпуск у счастливого семейства большие планы. Поедут отдыхать в горы. Самые трогательные моменты запечатлели Кира Мартынова и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. При виде таких кадров сложно сдержать слезы радости. Желаем каждому защитнику скорее вернуться к родным и близким здоровыми. В 2021 году на улице Октябрьской революции в селе Кочубеевском благоустроили зону отдыха. За несколько лет обновили еще несколько улиц. Титово, Партизанскую, Куличенко. Теперь очередь и за улицей Гагарина. Скоро там обустроят тротуары, а детям будет легче добираться в школу. Мнение жителей собрала Анастасия Толстолуцкая. Снег, это вообще не пролезешь, не пройдешь. И как вы боретесь с этим? Как вы выезжаете вместе с дочерью? Выезжаем только нанимаю транспорт. Нанимаю транспорт, такси, нанимаю кого-то, чтобы в больницу повезти. Иначе женщина не может отвезти дочь на инвалидной коляске в больницу. Павлина Яковлевна живет в Кочубеевском больше 40 лет и переменам в селе радуется искренне. Везде по селу появились как ручейки эти дорожки, по всем переулочкам, дороги какие ровные, хорошие, бордюры. Мне очень нравится и я очень хочу, чтобы на нашей улице Гагарина, вот на четной стороне, особенно потому что я живу здесь с 1982 года и здесь никогда не было никакого, даже близко не было. Сейчас с погодой повезло. На улице Гагарина не так грязно. Но во время сильного снегопада в краевой столице в селе Кочубеевском прошел дождь. Пройти было невозможно. Но так происходит не только во время плохой погоды, а все потому что здесь отсутствует и тротуар, и другие удобства. Чего только стоит эта лавочка. Она как бы должна быть здесь, но ее нет. Скоро здесь установят удобные скамейки. Так решили сами жители, поучаствовав в 2023 году в программе формирования комфортной городской среды. По-моему, на заводском доделывали, хорошо сделали, до спортплощадки. Потом этот товар доделывали, там очень много было, я смотрел по это. Ну, масштабы большие. Уже скоро на улице Гагарина начнут шуметь инструменты. Планируют все закончить в августе. Курирует работу региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Данный участок пешеходного тротуара протяженностью 2,5 километра полностью будет обновлено покрытие в виде брусчатки и установлены аллейные бордюры. Также на протяжении данной улицы будут установлены лавочки и урны для мусора, чтобы население, которое будет прогуливаться или заниматься скандинавской ходьбой, могли сесть, передохнуть с комфортом. А вот улица Титова уже может похвастаться преображением. Очень приятно видеть то, что все так благоустроено. Это коренной житель. С ним лучше разговаривать. Да. Когда поставят тротуар, стало, во-первых, удобнее ходить. В принципе, нет грязи, нет неровностей, которые вон там постоянно были. И, в принципе, очень хорошо благоустроили район. Благоустроили территорию в прошлом году. Улица Титова в селе Кочубеевском была благоустроена в 2023 году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, инициированной президентом при поддержке губернатора Ставропольского края. На данные цели было выделено 19 миллионов 31 тысячи рублей. Вот такие удобные скамейки уже установили на улице Титова. Жители Кочубеевского с нетерпением ждут такие же и на улице Гагарина. А проверили ход работы Анастасия Толстолуцкая, Никита Озимов и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Соревнования по водному полу и синхронному плаванию. Международный уровень арены – условия даже для самых маленьких пловцов. В Кисловодске готовится к открытию первый муниципальный бассейн. Какие еще спортивные открытия ждут в город-курорту, знала Виктория Шкальная. Школа номер 7 в Кисловодске недавно отметила 70-летие. Старый спортзал со временем обветшал. Здание снесли. И больше 20 лет здесь был пустырь. Когда первый раз дети зашли сюда, ведь они никогда в жизни не были в спортзале. Какие у них глаза были, если бы вы видели. Это такая радость, это такое детское безумие. Они как браулюевские молекулы рассыпались. Я еле-еле их собрал в спортзале и построил. Но построил, провели занятия, очень понравилось. На выручку пришел нацпроект образования. На месте пустыря построили большой светлый зал с раздевалками и душевыми комнатами. И теперь на новой площадке дети смогут заниматься физической подготовкой не только в рамках школьной программы. В планах проводить соревнования и городского масштаба. Но не спортзалом единым живет курорт. Активная жизнь в Кисловодске совсем скоро пополнится и водными видами спорта. Все дети могут принимать здесь участие как в тренировочном процессе, так и просто отдыхать, приходить сюда вместе с родителями. Сам бассейн, основной бассейн рассчитан на 120 человек, минимальное количество людей единовременно, 10 дорожек. 50-метровый бассейн стал главной достопримечательностью новой арены Кисловодск. А олимпийские масштабы, площадки позволят проводить соревнования даже международного уровня. Такие виды спорта, как плавание, водное поло, синхронное плавание, адаптивная физическая культура для людей, для участников СВО, для их семей. У нас будут льготные программы предусмотрены. Точно так же может любой человек, отдыхающий в городе Кисловодске, посещать наш прекрасный долгожданный бассейн. Трибуны на 800 мест, малый бассейн, раздевалки и буфет, а еще так называемый сухой зал, где детей будут учить правильной технике плавания. Построить все это помог нацпроект «Демография» при поддержке губернатора региона Владимира Владимирова. Общая стоимость объекта, с учетом дополнительного финансирования, которое выделил наш губернатор Владимир Владимирович, составила более миллиарда 100 миллионов рублей. То, чего еще здесь сейчас нет, мы ждем поставку. Это огромный экран, где будет транслироваться ход соревнований. Мы приобретаем специальную систему старт-финиш, это электронная система касания, чтобы определить, за сколько точно спортсмен проплыл расстояние. Вот такой вот системы у нас точно нигде нет. И, я думаю, открытие нашего бассейна «Арена Кисловодск», официальное название «Арена Кисловодск», мы проведем с каких-нибудь очень даже крупных соревнований. Уже в марте комплекс откроет свои двери для спортсменов и просто любителей плавания. А вместе с кисловодчанами ждут новой главы в спортивной жизни города Виктория Шкальная, Олег Байкулов и Роберт Ловкий. Ставропольское телевидение. Это все новости к этому часу. Еще больше их у нас на сайте stv24.tv. Заходите, там интересно. И напоминаю, мы ждем ваши вопросы на наш номер. И рекомендуем подписаться на страницы своего ТВ в соцсетях. Сейчас Алексей Форсиков расскажет о погоде. Я с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok